Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в школе трейлринга Спортмарафон. Сегодня мы расскажем вам о снаряжении. И начнем мы, разумеется, с палок. Палки отличаются друг от друга. Бывают карбоновые и алюминиевые палки. Карбоновые палки легче, но дороже. Алюминиевые палки более прочные и дешевые, но их вес сильно больше. Также палки отличаются конструкцией. Есть Z-образные палки. Они легко помещаются в рюкзак и сильно компактнее. Но не все из них регулируются по длине. Есть телескопические палки. Они раздвигаются на два или три колена. Палки отличаются способом фиксации. Есть закручивающиеся палки. Это, наверное, самый долгий способ, чтобы их зафиксировать. Также есть палки с клипсами. Они довольно быстро регулируются под нужную высоту и легко фиксируются. Z-образные палки, о которых мы уже говорили. Есть палки фиксированной длины и есть также с фиксатором, который позволит вам немножко отрегулировать их. Выбирайте палки, исходя из ваших предпочтений и кошелька. Но не забывайте брать их с собой на горные старты. Фонарь нужен вам, если вы бегаете длинные или ночные старты. Многие организаторы включают фонарь в список обязательного снаряжения из-за безопасности. Разберемся, какой фонарь нужен именно вам. Если вы бегаете небольшие гонки, и фонарь вам нужен только постольку-поскольку, или ваши дистанции затрагивают только 1-2 часа темного времени, выбирайте фонарь, у которого значение люмен, это его яркость, будет примерно 200-300. Вам этого будет вполне достаточно. Такой фонарь будет значительно легче, чем более яркие собратья. Если вы бегаете длинные старты, выбирайте фонари с значением люмен более 300. Например, 500, 600, 700 или может быть даже 900. Такие фонари значительно тяжелее, но они помогут вам быстрее бегать в спуске и также лучше контролировать ситуацию. Перед покупкой фонаря обязательно примерьте его в магазине, чтобы он комфортно сидел на вашей голове. Чтобы выбрать рюкзак, вам нужно определиться, для какой дистанции вы будете его использовать. На непродолжительные дистанции, а также тренировки, можно использовать поясную сумку. Она очень удобна, и в нее можно положить пару гелий или мягкую бутылочку. Для соревновательных стартов длиной от 20 до 100 км вам отлично подойдет беговая жилетка объемом от 5 до 8 литров. В нее влезет две бутылочки по 0,5, весь ваш запас питания, необходимое снаряжение, которое прописано в положении, и вам будет в ней комфортно бежать всю дистанцию. Если на тренировках и забегах вам требуется больше вещей, берите беговой рюкзак. В него комфортно поместится гидратор и все ваши вещи. Если вы планируете длительные забеги в горах или другие активности, во время которых вам может понадобиться много вещей, много воды, еды или может быть даже спальник, возьмите рюкзак от 20 литров. В него вы сможете положить все, что вам нужно, и будете чувствовать себя в полной безопасности. Если же вы начинающий бегун и пока не знаете, какими именно активностями вы будете заниматься и что именно из всего этого ассортимента вам нужно, остановите свой выбор на бюджетном беговом рюкзаке объемом 10 литров с гидратором или бутылочками. Он покроет все ваши потребности, а потом вы сможете определиться и выбрать что-то еще. А теперь поговорим немного об аксессуарах. Начнем с гаммаж. Они надеваются на ваши кроссовки и защищают от снега, грязи, песка, хвои и многих других факторов. Очень полезная штука. Солнечные очки помогут вам бежать, когда светит яркое солнце, вы не будете жмуриться и будете лучше видеть дистанцию. Выбирайте модель, которая нравится вам, но не забывайте, что очень важен фактор затемнения, которые варьируются от единицы до четверки. Если вы собираетесь бегать трейлы в условиях средней полосы, вам будет вполне достаточно солнечно-защитного фактора 1 или 2. Если вы собираетесь в высокие горы, то тройка или четверка – это ваш выбор. Теперь поговорим о гидраторе. Даже если в вашей жилетке или рюкзаке есть бутылочки и вы привыкли к ним, часто встречаются трейлы, на которых автономные участки достигают 30-40 километров. Тогда вам пригодится гидратор. В него влезет от полутора до двух литров воды. И это поможет вам пробежать этот автономный участок. Не забудьте протестировать гидратор именно с вашей моделью рюкзака. Они не все сочетаются. Поговорим о тейпе. Вы можете его использовать для голеностопов, коленей, задней поверхности бедра. Смотрите инструкцию по применению и не забывайте его брать с собой. Теперь поговорим о спортивных часах. Они бывают разных моделей и марок и разных ценовых категорий. Для трейлов выбирайте часы, которые имеют функцию следования по GPS-треку, а также альтиметр, если вы бегаете горные трейлы. Это поможет вам четко определить, на какой высоте вы находитесь, сколько вам осталось метров набора до ближайшего ПП и сколько километров еще бежать в дистанцию. Это незаменимый аксессуар для анализа ваших тренировок и забегов. Помните, что от грамотно подобранной экипировки зависит успех вашего забега. Приходите к нам в спортмарафон, мы ждем вас!